Я снова здесь и снова давно в War Soul Storm. Снова мы смотрим повторы из этой замечательной стратегии. Старенький повтор, ранний Steam, TMNT против Айми, Хаос против Темного Эльдара на Фате Морга. Хаос, по сути, должен бить Дарка из-за своих дефайлеров, наделает на Т2 дефов на весь лимит и Дарк должен отлететь. Но посмотрим, что у нас получилось в этой игре. У нас было достаточно много повторов Шерифа против всех разнообразных Дарков, где он бил за своего Хаоса всех незадачливых Дарков. И сейчас то же самое. Хороша сказка, начиная сначала Хаос против Темного Эльдара. Мы видим, как этот Дарк открывается через технику, через здание, темную мастерскую. И значит это будут Гелионы. Карта позволяет полетать, попрыгать через вот эту вот пропасть, через этот забор. Гелионы, бойки. Что делает Хаосит? Лорд и Генератор. Лорд и Генератор это значит игра от обороны. Это сразу будут загрежены пара точек, турель, чтобы защитить потенциальное место вторжения вражеских Темных Эльдарских сил. Защитить точку и реликт. Но если ты здесь все равно строишь турельку, так может быть и начать это взять надо было сразу же здесь, в этих двух местах, забрать себе точки. Если ты все равно уж здесь построил турель. А потом уже через шифт идти сюда, идти туда. Культисты правда стоят, тупят уже 5 секунд, они простояли, продумали. Что ждать сейчас от Темного Эльдара? Вряд ли на этой карте, вот банальная логика, Дарк пойдет в варов против Хаоса. Конечно, возможно, но маловероятно. Да, Хаосит никуда не идет, он дежурит. Лорд Хаоса, может быть лучше сделать Смов, как вы думаете? Если все равно ты знаешь, что против Дарка играешь, может быть Смы? Вот она, турель пригодилась, турель здесь. Ну что, первый грейд пошел и гелионы, естественно, это будут гелионы. Здесь точка грейдится, здесь уже она была бы загрейжена, уже построена. Здесь сюда бы бежали бы каперы, здесь турель бы и так защитила бы этих каперов. А тут ты только потерял вот этого сейчас рабочего, потому что если вы строите здесь турель, так и берите вы тогда точки-то в другой части карты. Что толку-то, что вы здесь ее построили и взяли здесь же точку? Ты потерял сейчас двух рабов на ровном месте. Если здесь турель, то кап точек сразу здесь. Это уже была бы твоей. Уже ты бы ее взял и уже ты бы ее прогрейдил. А сейчас просто культистами побежал бы брать вот эту и вот эту точку. Сюда он бы не сунулся, потому что у тебя здесь турель, можно сказать, безопасный кап точки здесь. Еще рабочий. И вот только ты сейчас ее грейдишь. Так надо было это сделать сразу, сразу это надо было сделать. А потом уже сдвигаться постепенно в одну сторону. То есть ты потерял сейчас двоих-троих рабочих. Возможно, потеряешь сейчас четвертого. Но хаусит точки свои взял, кроме реликта. Но это необходимый минимум четыре точки для комфортной игры. Необходимый минимум. Лорд, Смы и две двоигрыжные точки на базе. А вот и турель. Вот что она делает от турельки. Перенаправляет турельку сейчас на побитого гиллиончика. На побитого. Чтоб он быстрее сдох. Бьет под турельку, потому что гиллионы будут делать фаталочку. И в это время он станет ньюзем. Вторая пачка гиллионов от этого дарка. Вторая пачка. Контролит хаусит культистов. Убегает от мандрей. Но турель есть турель. Турель есть турель. И она прогоняет противника. Ну что, культист, ты зря ты здесь слил. Придется этой пачке возвращаться. Здесь две точки. Но если ты увидел двух гиллионов у него. Не надо никуда бежать. Хотя бежать надо. Надо декапить, начать уже криты. И вторая пачка культистов умерла. То есть уже у своих генераторов можно уже начинать строить минки. Еще турельку. То есть здесь у своих точек есть еще турель. Где-нибудь вот здесь генератор поближе к точке. Еще турель. Возможно мины. Чтобы не дать этим гиллионам. Он уже в бойки-то выйдет попозже, попозже. Он пошел сейчас в гиллионы. Хаосит идет в т2. Да, декап есть. У него две пачки гиллионов, которые он реинфорсит, размашивает. Ну, наверное, идет в т2. Конечно, он идет в т2. И причем быстрее Хаосита он идет в т2. И вся карта его. Потому что не сможет. Никто не сможет выйти в чистое поле. И сражаться с дарком на равных. Ни одна фракция на т1 не сможет. Драться с дарком в поле. И рассчитывать на баланс. Поэтому, естественно, дарк будет забирать всю карту, все точки. Грейды, яд. Еще генератор 92, 20, 80, 30. И по ресурсам-то Хаосит проигрывает. Ну, вот две пачки гиллионов сейчас поедут ломать генераторы. Тем более, сейчас яд у него дойдет. Уже дошел. И ему плевать будет на то, что по тебе стреляет эта точка. Нужно было еще добавлять что-то. Турель. Мины, например. Бросил глазик, чтобы смотреть. Мины. Например, мины. В любом случае это будет выгодно. Будут ли это гиллионы? Будут ли это бойки? В любом случае строить мины. Ну или нет? Поправьте меня. Рела до сих пор нет. Поэтому в данном БО даже можно и не пытаться его брать. А именно взять точки. Потому что мы помним правило. Вот он один ген сожрал. Жрет сейчас второй генератор. И плевать, что у тебя эта точка стреляет. Нужны были мины, мины и еще турель здесь. Против дарка никогда не будет лишним. Как мы даже говорили в шутку. Видишь дарка, строй турели. Строй турели, строй мины. Ну, минус 2 гена забрал. Что потерял? Ну, несколько моделек ты потерял. Купились ли? Я думаю, вполне. И здесь снова, смотрите, залет. А вот тут уже побольнее будет. И точка, и турель. Понимаете? Здесь уже будет не очень комфортно дарку. Все-таки 2 огневые позиции работают по нему. 2. Ну, рабочих ты постреляешь. Ладно, отмена. И вот, смотрите, уже напуганы. Уже напуганы. И сейчас сольются. И сейчас сливаются. Дурель забрал. Но здесь он уже подслился. И перенаправлять-то он мертвый. Он один, он один был. Надо было точку-то перенаправлять на конкретно этого. Мандрагоры. Мы видим по анимации, что у них есть тадвашный грейд. И вот эти мандрагоры с тадвашным грейдом на реинфорсе. Смотрите, что они делают с этой точкой. Мандрагоры, каперы, начальный юнит. Смотрите, что они делают с грейджной точкой. Здесь гиллионы полностью разваливают Хаусита. Ну, Хаусит построил. И дефайлеры пошли. Вот так чудом кое-как Хаусит дотянул до Т2. С постоянно разваливающейся экономикой. С угрозой поражения по Теканхолду. С потерянными генераторами. Он дотянул до Т2. И заказал первого дефайлера. Посмотрите, что Дарк двумя гиллионами сотворил с Хауситом. Хаусит наделал делов. Я согласен. В миле. Конечно, в миле. Он уже в упор стоит. В миле, в миле, в миле. Раскидочки пойдут. Да, хотел спасти, не спас. Сожрали. Сожрали мандры. Что делает? Что делает Дарк с Хаусом? У Хауса проблемы были. Именно с капа точек. Здесь нужно было защищать. Еще турели, еще мины. Еще. У тебя рез это есть. Рез это есть. Надо было сразу и вкладывать. Что у Дарка? Казармочка. Это проблема для Дарка. Если ты идешь через машинерию, тебе на Д2 придется строить казарму. Это как делит оружейку сестры. Тебе придется потом эту оружейку построить на Д2. На ДК вряд ли ты успеешь. Пошел на ДК, потому что время-то остается 3,5 минуты. Но, наконец-то, Дефайлер уже вносится, умятится. Что у Дарка? 104 на 30 прирост. Ищущие души патроны. И скоржи. Ну, правильно. Скоржи. Декап здесь. Но только в одном месте Декап. Снял. 3 минуты осталось. Колду. Деф чинит. То есть, начинаем уже думать, нагречки рассуждать. То есть, просто крепко взять две точки. Крепко взять еще две точки. Прогрейдить их. Прирост-то все равно будет комфортный. Такой же, как у Дарка. Дарк не сможет и создавать, давить тебя на Т1. И одновременно ставить себе экономику. Он не сможет это сделать. Он либо будет тебя давить на Т1, но не прогрейдить себе точки. Или же он будет наоборот грейдить точки, но бегать и пугать тебя одним архоном. Пока только один Деф. Пока только один Дефайлер. Надо Хаусиду восполнять экономику. Но Дарк потерял. Дарк потерял своих летунов, своих хелионов. Размасил пачку. То есть, турель. Турель здесь. Потом сразу вторую пачку увидел. Турель здесь. Мины. Вот Гиллион, это такие собаки, на которых действуют абсолютно все грейды. Грейды от техники на них действуют, потому что они летают на техническом устройстве. Командирские грейды на них действуют. Я не удивлюсь, если еще и ищущие души патроны на них тоже будут действовать. Конечно, действуют. На все подразделения Soul Seeker Ammunition будет действовать. То есть, вообще-то все грейды. Турель. Ну, да, конечно, турель. Второй Деф. Что у Дарка-то? Где армия-то? Гиллионы. Гиллионы. Берет. Скоржи. Смотрите-ка. У Дарка тютелька в тютельку ресурсы. У него резы не накапливаются. А у Хауси-то немножечко есть ресурсы. Немножечко. Дефайлер замедляет. Наносит урон. Урон по площади. Больнючий урон. Видишь, набросил на лорда. И неожиданно такой момент. А чем атаковать-то сейчас Дарку? Чем? Пойти в Т3 в тварей? Пойти в Т4? Ну, это ресурсы. Сколько нужно ресурсов? Ну, Хаусид сделает себе накапить дредов. Три-четыре штуки. И сам пойдет в гости. Что ты будешь потом делать? Это уже другой вопрос. Культисты. Видимо, снова побежали куда-то. Турель здесь. Ну, ну, вот оно. Ну, вот оно. Турели, турели и турели. Против Дарка. Одна турель. Вторая. Третья. Строй, строй и строй. Турели не зазорно строить. Не надо думать. Ааа, строить турели нуб. Не нуб. Не нуб. Это будет стрелять толпень, кстати. Все, первые прилеты пошли. Пошли. Начинают утюжить. Все. Скоржи получают. Вторая пачка гелионов. Точка будет стрелять. Ну, вот смотрите. Они разбросались. И вроде бы... И все. Точку сломали. Напуганы. Но умирают. Ты что, подраться решил с двумя пачками гелионов? Слабыми с мамой? Все. В кучке стоят. Больно. Больно. Как пробил. Все. Напуганы. Напуганы. И еще бы точку он сломал. Все-таки продолжает. Дарк поддавляет. Продолжает. Но теперь уже не безнаказанно. Теперь он несет потери. Причем потери серьезные. Нет, смотрите-ка, накопилось. Ресурсы накопились. Включил реинфорс. 126.40. 92.40. 126.40. Куда ты их можешь потратить? Души ты добиваешь? В Т3 пойди. Пойти в Т3. Архона сделать. Сделать Архона. Точка. Наконец-то взял реликт Хаусид. То есть постепенно, постепенно Хаусид отжимает, отжимает, отжимает свои территории обратно себе. Постепенно. И пошел. Нет, 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 нет. Передумал, передумал. Ну давай, заряди по ним. Турель построена. Здесь уже вам не рады. Пачка скоржей, видимо, увидел дефайлеров гуляющих. Ну а все, ну куда ты? Стреляй, начинай стрелять. Куда ты прешься? Начинай стрелять. Начинай работать по ним. Хаус Армори. Ты хочешь остановиться на Т2 и прикрыть своих дефов теперь болтами. Правильно я понимаю? Еще дефайлер. Плоховато, плоховато мигрит. Все, по скоржам сейчас работа идет. По скоржам. Три дефайлера. Это уже серьезно. Это уже серьезно. Залетел в тыл. О, дефы дострелят. Только мигрить надо, управлять надо. Попытки развода еще, Дарка. Попытки. Т3 нажал. Попытки развода. Попытки как-то нагадить и оттянуть от своей базы. Безнаказанно выйти в Т3. И сделать там... Но что? Что сделать на Т3 Дарку? Что сделать? Морде Фаерс, пишет Айми. Кажется, его задел этот момент. Очень задел. И ему очень больно сейчас. Ну подожди, а ты... Подожди, что за проблема-то? Какая проблема-то? Я вообще понять не могу. И снова 6 минут 7 до Текенхолда. Может быть Архон? А что бы сделал Архон? Да ничего бы он не сделал. Ничего бы он не сделал. Никакой Архон. Еще Дефайлер. 4 Дефа уже есть, кстати. 4 Дефа в наличии. Еще генераторы. Берет центральную точку. А Дарк уже скромненько стоит. Далеко стоит. Третья пачка с коржей. Уже не реинфорсит. Начинает точечки себе подгрейживать немножко. Но в Т3. А что у него в Т3? Рапторы? Рапторы, наверное, для того, чтобы быстро залететь и снять. Вот зачем Рапторы. Вот зачем Рапторы. Потому что наверняка Дарк сейчас будет свои криты-то держать. И вот она турель. Вот она мины. Так это сразу надо было делать. Сразу. Сразу надо было это делать. Защищать свои владения. Но Хаосит скромненько стоит. Сейчас надо было сходить с ответным визитом к этому Темному Эльдару. С ответным визитом сходить. А что у тебя? Что у тебя? Душа ты добываешь много. Хорошо добыл много. Точки гради. Что? Что? Стоп. Куда Ресы ушли? Талос. Талос. Ну и снял таки. Снял, да? Талос. Против дефов Талос. Ну что, логично. Есть в этом смысл. Талос будет проезжать. И в ближку будет ломать. Архон. Талос Архон. Вон и Ресов нету. А у Хаоса Ресы есть. И Т3 у него идет. У Хаосита. И Ресы. И в Т3. Да, Рапторами хотел полететь, конечно. Дефайлеры будут обстреливать все подходы к базе. Мины. Турели. Я бы еще сюда турель воткнул бы. Сейчас будут одержимые облитераторы. И Хаос распрямится, как пружина. И сбросит дарка с этой карты. Так, первый Талос поехал. Гелионы. Скоржи. Архон сейчас выйдет. Грейды на Архона. Что еще Талос? Одного Талоса маловато будет. Да, конечно, полетел сюда на ДК. Но ты не сможешь этому помешать. ДК будет произведен. 1, 2, 3, 4 Дефайлера пока у нас. 4 Дефа и Ресов полно. Ну, одираю облит. И все эти накопленные ресурсы уйдут. Подтормаживать стало, кстати. И все эти Ресы испарятся. Но вот смотрите, пока ты доедешь, сколько у тебя останется? Скоржи подпрыгнули сразу же. И получили сразу же залп. Получили. Кое-как Талос доехал. Но если он доедет, он будет шлепать. Соул Шторм. Колдун. Одержимое заказано. Облитый нет. Но одира заказано. Архон здесь. Талос проехал до первого Дефайлера. Если бы было парочку. Смотрите. Да, Талон против этого Талоса. Выехал Талон. Ну ладно, одного ты убьешь. Но следом лег и ты. Стоп. Это что такое? Вы видели? Это что такое было? Вы вот это видели сейчас? У него жизни восполнились? Или там два их стояло? Я не понял, что сейчас произошло вот здесь вот. Интересная, кстати, штука. О, еще Талос. Это облиты. Облиты. Одержимые. Дефайлеры. Талон. Все. Все. Конец темного Эльдара. Нет ресурсов. Нуб. Да. Ты чертов нуб хвостит. Просто тупо спамишь. Да. Ты грязный нубастый играть не умеешь. Лол. 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 В смысле? Лол. Так выживал Хаусит. Это Т1. Это раннее Т2. Выживалого просто какое-то было. Он так выживал. И он нубас. Он нуб. Я согласен. Немножко он здесь накосячил. Турэль. Не та последовательность у него была. Возможно. Не та последовательность. Но тем не менее. Он выиграл. Победители не судят. Победители не судят. Нет, братец, ты нубас. Нубас. Нет, нет, нет. Ты нубас. Ох ты ж, блин. Ну что ж. А вы что думаете? Кто здесь нуб, а кто профиг? Напишите комментарии. Оставляйте лайки. Оставайтесь со мной. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...